Добрый вечер! Добрый вечер! Параллельно вялась активная работа по пошуку новых рынков, которые были бы готовы принять эту продукцию на своих андлевых пляцовках. Так список краин-партнеров пополнили Швеция, Словения, Австралия, Гвинея. Задачи по будовнести жилья выполнены большим на 100%. Рынок жилья застанется приоритетным на промоках работы и в 2016 году. В перолику задач на ровне с будовнестием стоит удосконаление объектов городской инфраструктуры. Основная задача, которая сегодня стоит перед нами, это обеспечить дальнейшее устойчивое развитие экономики. Для этого, безусловно, надо работать над сокращением издержек производства. Надо обратить повышенное внимание на создание новых рабочих мест. Все это, безусловно, как фундамент позволит нам устойчиво развивать все отрасли народного хозяйства нашего города в дальнейшем. У Гобинским институте радиобиологии распрацывали новый программно-аппаратный комплекс, который позволяет вызначать другосное оборудование новокольного осярода радионуклидами в зависимости от интенсивности и накерунка их распаусюджения. Об этом, как планыться выкористовывать его на практике, доведался Евген Пабалавец. Новый программно-аппаратный комплекс – это компьютерная программа, которая при наявности пожара позволяет моделировать процесс переноса радионуклида на новые территории и их полторное забрудживание. Дадены таких доследований допомогут новокольцам принимать необходимые меры по изменшению негативных наступствов. Соответственно, на основе этого могут быть выработаны вторичные меры по защите населения тех территорий, куда направлен дым от лесных пожаров. Могут быть выработаны также рекомендации по дополнительной защите персонала, участвуясь в ликвидации очагов пожаров. Такие дадены дозволят лепш координовать работу с упрацовником Министерства по надзвучайных ситуациях. Так само корыстным это будет и для новоколосов, которые занимаются проблемами захования леса у Гомельской области. Также много пожаров имеется в Киевской и Черниговской областях на украинской стороне. И сейчас работает в таком новом направлении, как вторичное радиоактивное загрязнение местности при переносе радионуклидов с дымом лесных пожаров. Эта проблема актуальна, в этом заинтересовано и Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, в этом заинтересовано Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь. И мы активно сейчас развиваем это направление совместно с российской и украинской стороной. Зараз в Украине распроцовываются новые науковые программы, которые будут актуальны в наступные пять годов. Интерес до радиоэкологии и до повторного радиоактивного забрудживания есть не только в Беларуси. Финансовые сроки поступят и по линии бюджета союзной державы. Уже в первые годы працы институтам радиоэкологии был даден адекватный прогноз радиоактивному забрудживанию территории Беларуси радиоактивными изотопами. А так само проведена оценка поводенного радионуклидов у хлебе, поветры, воде и живых организмах. Вынеки этих доследований легли у основу концепции по обеспеченному проживанию насильства на забрудженных территориях. Сегодня Гомельский институт мае усе необходные техничные сродки для выполнения доследований в области радиоэкологии, начиная с отбора узоров и пробов и до радиоэхимичного анализа и спектрометричных вымярений. По причине протяглых периодов по распаду изотопов трансурановых элементов особливо актуальность набывает оценка их миграционной сдольности и формирование другого забрудживания территории под вплывом натуральных факторов и надзвучайных ситуаций. Евген Паблавец, Дмитрий Радзянко, телерадокомпания Гомель. Вырешить питания, какие хваляют ЖХРУ региона, допомогут промыть телефонные линии, яны протягивают прасовать по субботах. Завтра с 9 до 12.01 за вороты грамотян будет принимать наместник старшини гомельского облвыконкама Владимир Александрович Привалов. Номер телефона у Гомеля 75 12 37. Параллельно промыть линию проведен наместник старшини гарвыконкама Оксана Константиновна Рудянок. Звонков от ЖХРУ областного центра очакают по номеру 75 19 54. Яки заусёды по субботах промылинии будуть организованы так само у районных администрациях и райвыконкамах. Перевести колькость у якость хлебопёки Гомельской в области мкнуться утрымать с поживца новыми гатунками, хоть и спасылаются не на вельми высокую якость сыровины. У часы СССР, например, пшаница у Беларусь поступала з Украины и навод Канады и, саправды, была лепша якости. Для того, как конкурировать на рынку, работники Галины укороняют сучасные технологии и распрацовывают новые гатунки. Хлебозавод Добрышская гора испожил товарыство на харчовом рынку вядомы с 1967 года. У поравнании с попередним годом летость выпуска хлеба и хлебобулочных вырубов тут повеличился больше, как на 15%. Разом с тем, на предприемстве означают все больше великую конкуренцию в хлебном бизнесе и повеличение затрат на вытворчность продукции. Среди наибольших реальных шляхов компенсации выдатков укоронение международных систем якости и модернизации вытворчности. Даривши, по словам специалистов, правильно выпеченный хлеб повинен заховывать свои харчовые якости на протягу 36 годин. А про то, сгодно с концепцией державной политики здорового харчования, с хлебом организм человека повинен отрывливать необходные микроэлементы, витамины и минеральные речевые. До инших тема мальдзвести юных музыкантов из Беларуси, России, Украины, Литвы и Китая стали удельниками международного конкурса «Мой сябра Баян», який проходит в эти дни в Гомеле. За час проведения музыкального форума, який вядет свою историю с 2000 года, в першиню майстерства володания баянам все лето демонструют представники Китая. Катярына Сапельникова с подробязностями. Для удельников конкурсу все лето вызначены три узростовые группы – молодшая, середняя и старейшая. Самым дорослым – выканавцам 16 годов, а юным музыкам – меньше за 10. У каждой категории будут выявлять переможцу по двух напрямках – баянная и аккордеонная творчасть. Гамельчанка Дарья Кушнярова грая на аккордеоне. Девчина старанно арехтовалася до конкурсу больше, как полгода. Это, конечно, было захватывающе. Готовишься, ты часами можешь сидеть у педагога за инструментом. Ты запоминаешь, стараешься отработать каждую мелочь, чтобы все вышло достойно и красиво. Первый конкурс «Мойся Брабаяна» отбылся в 2000-м годе, имел областный масштаб. А уже сегодня он открывает имены юных талиновитых музыкантов, многие из которых становятся степендиатами специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талиновитой молодости. В дни конкурса так же проходят концерты известных музыкантов Беларуси за межом. Лауреаты международных конкурсов проводятся мастер-классы для юных талентов. Переможцы конкурсу ждут призы и дипломы. Его лауреаты примутся в заключном галоконцерте. Жюри очень серьезное, но компетентное. И я думаю, лояльно будут подходить и лучших отберут. Будет гран-при, естественно, один. Катерина Сапельникова, Игорь Марышин, КТР, радиокомпания «Гомель». В рамках Года культуры Гомельской картинной галереи Гаурила Вашенки реализуется музейная программа «Сустреша с легендой». На ученцам середине школы номер 11 Гомеля пошансовала погуторить за одним из вядомых гомельских мастаков Иваном Поповым. На «Сустрешу» отправился наш корреспондент Святлана Князева. Праца над программой «Сустреша с легендой» у картинной галереи Гаурила Вашенки почалась наприконцы минулого года. Проект предуглеживает знакомства гомельчан и гостей города с цикавыми особами нашего часу, которые уже вошли в историю нашего региона и краины. Возле нас рядом ходят замечательные, интересные люди. И мы просто знаем его имя, но мы совершенно не знаем, какая уникальная личность находится вместе с нами. И поэтому наша задача, задача работников сферы культуры, искусства, конечно же, знакомить и с такими замечательными людьми. Новошенцы гомельской средней школы номер 11 завитали у галереи на «Сустрешу» с цикавым «Мастаком» степендиятом Министерства культуры Республики Беларусь, членом Беларуського союза «Мастаков», одним из инициаторов створения у гомеля творчого объединения «Нирвана» Иваном Поповым. Иван Попов народился у Рычицы. Вырос сирот работ батьки и деда, а тому не мог не стать продолжальником семейной традиции. Скончил Минское мостатское училище. Шмат працавал. И вот сегодняшняя выстава, якая складается с четырех десятков картин, присвечена 50-ти годовому юбилею Мастака. У основы выставы, якая называется «Запис сну и фантазию», вошли работы двух накерунков. Уладальникам фантазийного склада розуму ближе работы написанная у стыле фантастичного сюрреализма. Левитация, ночный волосуга, ресторан «Конец су свету» уже одной назвой выкликаюць неподробный интерес наведвальников экспозиции. У гэтых картинах дивным чином сполучаются предметы средневечия и фантастичное будущее. Другая частка экспозиции придется до сподобы тому, кто з'является прихильником классичного пейзажа и этюдов. Их Мастак написал по час областных и международных славянских пленеров. Натхня Ивана Попова на творчность, его безмежная фантазия, добрая литература и музыка. Мечтаю только об одном – продолжать дальше делать то, что я делал. Потому что это мне всегда нравилось в моей жизни. Это уже стало образом моей жизни. Картиная галерея Гаурила Вашенки уже давно перестала быть просто выставочной пляцовкой. Постоянный творчий пошук новых идей и проектов перутворил установу у один из головных культурных центров Гомеля. Воси зараз на порозе народжения находятся черговые проекты, которые запрашают в творчие объединения по интересах усих, кто жадает уластными руками, створать любимых героев фильмов, комиксов, выраблять модели военной техники. Светлана Князева, Михаил Рабку, телерадокомпания «Гомель». Как занять школьников у вольной адвучобуча? Чем притягнуть и как захопить подлетков? Отказы на это непростое пытание знали педагоги Гомельского областного эколога-биологичного центра «Дятей и молодцы». А не так давно там открылся новый накерунок. Подробности в наступном материале. Сегодня на базе областного эколога-биологичного центра дейничая каля 20 объединений по интересах. Навукового, биолога-экологичного, декоративно-прикладного, мастацкого направлений. Не так давно этот список пополнился еще одним тематичным гуртком – «Экодрайв». Почему такое название? Потому что мы хотели сделать такое молодежное название, которое бы привлекало внимание детей, ну и было что-то новое на слуху. Тоже цель нашего кружка, который мы преследовали, это показать не просто разнообразие животного мира и понять, как его нужно сохранять. Цель была такая – приобщить детей как к животным, так и к науке. Стать ближе до науки – не так тяжко. У этом уповнены удельники гуртка. Молодый педагог Сергей Сапрыкин спробует донести въеды до кожного при допомозе наглядных материалов, интерактивных форм уновучания, выкористовываючи лабораторную технику и живые износины непосредственно с объектами доследования. У нас есть зооуголок, который насчитывает 169 представителей, обитателей нашего уголка, и поэтому ребята тоже с радостью занимаются с животными. Кожный заняток у объединения «Кадрайв» – это знайомство с новыми аспектами життя у новокольном асяродзе, новые открытия и разважания на актуальные темы. Усю гэта наученцы гуртка выражают его уласных проектах. Мы изучали воду, ее загрязненность, еще мы проходили различные виды рыб, строение и предназначение микроскопов, мини-лабораторий, а также другой научной техники. Мы готовили проект «Курение. Как бросить курить?» Потому что мы замечали в жизни то, что много молодежи сейчас курят, и это неприятно. Это вселеверный организм. У нас подрастающая молодежь готова быть к всему, к спорту, к армии, к жизни. А когда, извините, курят, пьют, это к чему-нибудь готовят. У ближайших планах педагога – организовать разом с наученцами доброчинную акцию и экологичный фотопроект. А с надыходом тепла отправиться на экскурсию у лес, спастигать таемницы природы. Катерина Жданович, Михаил Рабко, телерадиокампания «Гомель». Я в спорте. Лепшие геровики у погонах споборничали у Гомеле. Областный центр прямо у 20-й спартакея до Узбройных сил Беларуси по геровым спорте. Споборнички проходили у спортивного комплекса «Белдута». Геровы спорты у беларуской армии популярны, а тому по узровне спортсменов внутренний чемпионат у некоторых ваговых категориях амальничим не соступает чемпионату Беларуси. У списка худельников спартакея до 12 майстров спорту, а так само один майстр спорту международного класса. Это звание носит Аргей Карпович. Ей он лидер национальной команды. У его запрячима не одна перемога на чемпионатах в свету. Однако спартакея до Узбройных сил он николи не пропускает. Здесь мастера спорта, кандидаты на мастера спорта. Есть многие ребята, которые уже выступали на международных турнирах. Вот в этом году ездили в Москву на первые военно-спортивные игры. Также многие ребята ездили на чемпионаты мира. У спартакея до Узбройных сил приняли удел 8 команд, у каждой по 7 человек по колькости ваговых категорий. И они проставляли командование, виды Узбройных сил, а так само навучальные установы, военную академию и военные факультеты громадянских ВНУ. Дарайше у складе сборной военных факультетов были два проставники Белдута. И они выступили довольно удало. Антон Баланчук занял 4 место у своей ваговой категории, Дмитрий Ганусевич 3. У агульным залику перемогли героевики с командой.